привет всем видим до разобрал немножечко славика ну зачем снял сиденье хочу снять полностью чехлы постирать чтобы было все красивенько чистенько плюс вот здесь под низом под самыми сиденьями видно да вот нас собиралась такая пыль грязь но хочу это все дело по пылесосить по пылесосить естественно из-за чехлов заново их на одеть потому что слезла все что было все красиво чётенько и так закончились у меня покатушки но еще одни на компьютере лежат ездил еще раз в район это потом смонтирую выйдет то видео первым вот вот закончились у меня покатушки и решил я сделать свет в салоне потому что при открытии двери да вот здесь все прекрасно знают есть жабка вот такая вот вот сюда вот на смыкание размыкание контакта он у меня не работал вот а если работал то только пост на постоянное горение ну полез я естественно щиток предохранителей а еще в багажнике тоже не было света полез щиток предохранителей вроде бы все предохранители целые у меня были вот полез дальше в провода снял динамик боковая с лево с левой стороны тут как раз спрятан этот шериф сигнализации начал искать нашел вот такую вот скрутку на это я уже сам скрутил ну была такая скрутка вот и разобрал по стойке сюда чтобы добраться посмотреть что здесь здесь выходит два провода вот здесь один минус и прямой плюс вот здесь два провода на расхождение так понял на двери но не тут то было этот второй провод шел вот назад то есть на багажник вот контакт который идет на лампочку вот я сейчас его нажимаю вот сейчас показываю вот вот этот контакт идет на жабку вот этот идет минус на багажник и вот я его притулил и у меня закорилась лампочка так потухло потому что бросил сейчас я ее скручу вот подкрутил то есть у меня лампочка горит переключаю это постоянное горение то есть уже на прямой минус переключает переключаю а вот это на жабку видим да лампочка горит получается когда на заводе или кто там устанавливал эту проводку по крайней мере кузов новой не видно нигде ничего не варилось так это не обзор это и где-то при установке я так понимаю либо придавили корпус передавили изоляции и придавили к самому кузову и получилась масса то есть когда я его отключаю вот убираю все лампочка не горит подсоединяю имитирую жабку вот лампочка горит бросаю лампочка тухнет то есть получается все жабка у меня будет работать так же самое это дверь все работает тут провода я отрезал вот этот который шел наверх из-за него была проблема в постоянном горении в салоне ну это еще не все самое интересное то что полезли в багажник вытащил тоже вот это все раскурошил в раскрутил короче залез туда вовнутрь посмотреть вот этот минусовой провод который идет туда где-то замкнут по кузову когда при установке все и всего пластика наверное прищемили и вот желтый плюс беру тестер а вон он лежит возле китайского ножницам по металлу самый тоже обычный китайский тестер беру тестер меряю минус как бы я знаю что он рабочий кидаю на кузов на прозвон звенит беру плюс выставляю на переменный ток вроде бы вроде бы начинаю измерять а сюда 12 вольт не подходит обалдеть начал шевелить уже хотел полностью салон разобрать вот отсюда во вот сюда вот эту чтобы разбирать потом думаю прежде чем разбирать нужно посмотреть вот этом всем этих всех кишках вижу выходит до изоляция вот видно да в изоляции это на музыку ну это неважно вот изоляция все у нас изоленты здесь все перемотано и нахожу я желтый и с черным провод беру тестер вот он у меня фишка сходится беру тестер меряю мин минус кузову плюс а вот стоит тестер сейчас даже его и не отключал вымерял 12 вольт а нету 12 вольт я пошел дальше по проводу ходил бродил приплыл я к этому щитку предохранителей мотива шлеп дошел я вот он да действительно вот и их тут два вот видим да я его переворачиваю смотрю ребята сейчас все есть а вот теперь ребята здесь ничего нету смотрю а здесь нету предохранителя ну да ладно я смотрю на рисунок везде все нарисовано кроме вверху двух штучек и внизу одной и я понимаю что это у меня стоп и аварийка вот стоп и аварийка да вентилятор подсветка салона и вот здесь пусто и здесь рисунок пусто просмотрел вроде бы минуса вот здесь нигде нету потом досмотрел что все таки минус подходит к проводам к самому щитку беру вставляю сюда просто предохранитель на свое место десятка предохранитель то есть уже у нас здесь ничего не пусто да этот провод который где-то замкнут никуда не подсоединяю вот он лежит вот идем 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 включаем у эврика у нас теперь работает подсветка багажник такое вот скажем так смешно познавательное видео и мучайся же уже с этими проводами я наверно в видео не однократно говорил что я не электрик но тем не менее где-то что-то поискать понять смогу понял нет поискал понял и смог вот такие вот дела ребята у кого новая славу то или у кого аналогичная проблема мой совет ничего не курочить ничего не ломать если не работает багажник всего лишь на все посмотрите если у вас предохранитель но по крайней мере это у меня 1103 я ездил недавно в мелитополь видео не будет я не снимал ездил в мелитополь на 1102 на таврии там предохранители вот не помню в рыбе в один ряд и таблеточки как на жигулях но здесь уже в два ряда плюс там еще какие-то два предохранителя это понятно на шериф и там внутри еще какие-то два предохранителя не знаю какие буду разбираться куда те провода идут гуляют по каким веном он они пошли чтобы знать вдруг чего что-то перегорит где его искать вот так принципе ничего нормально по пылесосе теперь по убираю по стираю ну не я по стираю машинка стирально постирает чехлы задние чехлы чистые спинка поджопник все это чистенько вот это вот пылесос я вам говорю советую дует мама не горюй такие дела чехлы те чистенькие так что по стираемся и будет красиво все ребята кому по данной системы по данной проводке было интерес полезное видео не забываем ставить лайк на канал подписываться всем любви здоровья пока пока